Доброе утро, Игорь Технович. Доброе утро, Светлана Сергеевич. У вас есть возможность сейчас ответить на вопросы несколько? Да, пожалуйста. На основной, да. Ну вот в интернете уже неоднократно видно, такой есть выступает человек под названием Михаил Мах, как его говорят, там, народный, или как там, народный батюшка, или как-то еще называют. Ну там он в огороде работает, что-то отвечает. В общем, у него подписчики есть. И он уже неоднократно о вас, его спрашивают о вас, и он отвечает. То есть вы смотрели эти ролики, которые он об вас говорил? Да, смотрел. Да, вот и я хотел у вас тут очистить, узнать, что вы думаете по поводу Михаила Маха. Ну что думаете? Дело в том, что когда у нас отец Владимир был здесь, Головин, мы беседовали, а я до этого его смотрел, ну как-то скидывают на меня иногда. И он там говорил о Библии. Меня помянул, это человек, вот, начал он так вроде ничего, а потом сразу свернул на то, что я в Библию верю, не во Христа, а в Библию. Это вообще такого обвинения нет. Это значит, человек уже неоднократно где-то и выступал в роли обвинителей. Я-то не в углу сидел жизнь свою. Я сразу понял, что что-то неладно. А дальше он уже говорит. Евангелий было там 60. Откуда он берет 60? Его сейчас к стенке поставь и скажи, назови. Какие Евангелия, хотя бы 25, не назовет. Я нигде не считал, который профессор Марсенковский говорит, ну не больше 20 было, кроме Матфея, Марка, Луки и Иоанна, было к евреям, басилист, как там называют Евангелие. И что? И в этих четырех Евангелиях там еще столько-то с противоречито. Он не верит в это. И я на это отцу Владимиру Головину сказал, как он мог быть священником. Я еще не знал, что он все время там с колдунами знался, эксосенсорикой, там лещил. Его биографию-то я посчитал. Проверить я ее не могу. Но я прочитал в другом месте, ВКонтакте, где приходится поверить. Это авантюрист просто, самый настоящий. Но это ладно, меня не касается. Но когда он коснулся Евангелия, и что противоречий, он где у Златоуста это высчитал? Он не знает, ни одного святого отца не приводит. Нигде. И главное, вот последний раз еще тут на меня. Вот кто его трогал, его Бог наказал. И вот там Игнатий про меня сказал. И поэтому у него там спецназ, все отняли. Он не говорит, что все вернули. Он не говорит, что никакой связи там нету. Но ему надо показать, чтобы его не трогали. Ну как не трогать-то? У меня было такое там, какой-то сельский какой-то там, Александр такой нападал на меня сильно. Похабный-похабный, напал на Златоуста. Ну естественно, я ему, не ему, а вообще ответил. Он на картинки всякие из моих соединяет одно с другой. А там наши люди, которые показали, он среди масонов сидит и каждый раз меняет костюмы, нигде не работает. И за что там было раньше, там с малолетками, что-то такое есть. Ну и он долго гудел-гудел-гудел и отвалился. А этот, видно, нет, ему что-то надо. А что надо? Веры нету. У него веры-то совсем, оказывается, и нету. Библия никакого авторитета не имеет. А Библия нет, о чем разговаривать. Я могу разговаривать как только с мошенником, с растригой, как его. Я посчитал, что там священники, патриарху, которые о нем говорили, я согласен со всем. Это, значит, жизнь какая-то в патриархии есть. Если таких людей, прямо богохульник настоящий, на Слово Божие. Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим. Христос говорит, небо и земля. Но не отрицать, что небо еще стоит и земля. Исчезнут, приедут. Но слова Мои не приедут. Да как он мог? И кем-то он был, был там все везде. Я не вижу, чтобы он с кем-то беседовал. Игра, приют ангелов. Одинаковый бук. Ангелы с малой буквы. Приют бесов. Сам он наверху, приют ангелов. Такую дерзость. Еще ангелы какие-то беспризорные, бомжи какие-то, приют устроил. Я гляжу, у него совести нету никакой. Приют ангелам устроил. Где он это высчитал, что ангелам приют? Он их видел? Торгаясь той, чего не видел. Апостол Павел таких разбирает. Ну и вот о нем, что я могу сказать? Меня он не касается. И вот так бы коснулось сегодня встретиться. А как разговаривать, когда Библия для него нет? Я в Библию верю. Я по Библии верил во Христа. Вера от слышания. От слышания от Слова Божьего. От Библии. Он не говорит. И видно, что находятся у него там какие-то почитатели. Батюшка считает. Видно, что такие же. Они не могут в бывшие учителя быть. Ученики. Да это у всех проходимцев всегда были. Где бы ни были они. Возьми там, который поднял восстание. Говорит, вот такой-то увлек там 4000 человек. Иуда. Разгромили. Нигде никого нет. Он о Суде Божьем вообще не говорит. Ему не надо это. И беседовать без Слова Божия. Он Златоуста хоть в руках держало 12 томов-то. Нигде не поминает. А у Златоуста от 30 до 70 ссылок в одной проповеди. И чтобы сказать в Библии где-то противоречие, он только говорит одно. Что не пропускайте ни одного знака, ни одной буквы. Столь много там заложено. Он никакой не пророк, там что-то пророчит. Прочитаю у Пушкина и то, что пророк. И он мне грудь мещом рассерк. Сердце трепетное вынул. И уголь пылающий огнем во грудь отверстие выдвигнул. У него нету ничего. И вот после того, как справедливо, несправедливо там где-то заплетили, они продолжают делать дела священнические. Они вообще никакие. Как это так? Ну тебя рукоположили, ты признавал. Ну дальше ты признай. Когда на нас епископ наш греет за мои... Ну, а любите врагов ваших, там проповедь, чтобы албоговесть. А на русском языке на три темы он напал. И по этим трем темам он, значит, батюшку запретить, а меня отпущить. Но только сказал. Ну и на три года поставил эпитемию, чтобы о русском языке не разговаривали. Мы выдержали до 23 марта, через три года начали. Так он сам начал переводить. Там писал один писатель, Георгиевский, Щеркасов. Как так братья Лапкина сумели, епископа Эптихия, Курочкина, повернуть на сторону? И он стал верить. Это вообще неслыханное дело. А мне как? Я сразу сказал, буду стоять тут. На мои занятия в университете он не может посягать. Ну, как на Андрея Кураева, там его из МГУ выбросить надо. Я, во-первых, денег не получал. Ни копейки нигде, ни разу. Ни копейки, не то что рубля. Он не может запретить меня работать в милиции. Тогда милиция называлась. Мои передачи, которые регулярно шлют, он не посягает. Он только в храме, я сказал, буду стоять там, где оглашенные стоят. Я сразу согласился. А как не согласиться-то? А здесь нет, значит, он не имеет права его там отлучать. А я посчитал, как долго они его терпели, богохульника. Вот такие еще есть Островские, там Парховенко. Ну, что они городят-то? Это Ветхий Завет, это басни еврейские. Это Парховенко, да, говорил? Парховенко. Ну, и Островский там не лучше. Я обоих знаю. Давно смотрел. Но они только ищут, как Дворкин, где-то в кого-то всыпиться, беззубые. А работать нет. Я ни разу не видел ни одного на работе, в которой беседы были, как у нас там моление, идет там через два часа. Ничего ни у кого не видел. Нету. Что они таятся? Но, судя по поведению, там ничего и нету. Даже тех, которые там есть, мошенники, и то бывает молятся там где-то, или проповедь говорит. А то ничего нету. Он руками размахивает, сидит. Экстрасенсорика, видимо, сохранилась у него это. Я говорю про Махова. Не Мах, Махов. Это фамилия его. Оле Сергеевича как-то величать. Что я могу сказать? Да мне и говорить о нем не надо. Но дело в том, что я первый сдвинул с места это. И он сейчас вылез. И отцу Владимиру сказал, как вы на это реагируете-то? Запрещают. Не за то, что он благовестник. Меня погрозился, а ничего не сделал. И сейчас вот это дело у нас было. Все отняли и все вернули. Не считая Володинова там ноутбук, потому что там что-то на него сам брякал языком-то. Но дальше видно будет, что в Господе вернул. Мне сколько было такого? Сажали, да, сажали. Но я реабилитирован. Мне заплатили за это. И вот выиграл-то 11 тогда миллиардов. Они должны были теми деньгами-то. 11 лет шел суд, но без воли Божьей не могло быть. 11 лет. И в призыве Верховного Совета СССР в это дело вмешался. И суд состоялся. И вот я 13 соток в Центральном районе получил два здания. В частную собственность. В одном храм у нас есть. В конце концов и здесь справедливость восторжествовала. А что мне еще надо больше? И у меня сохранились прекрасные просто отношения с юстицией, с прокуратурой, с КГБ. У меня нету противников, нигде нету. Они приезжают. Ну, представь себе, ректор, самый главный университет. Там теперь я не знаю сколько, 28 тысяч что ли студентов. Вот, из 18 стран абитуриенты только. Ректор Евсигнеев Владимир Васильевич. У него профессорский состав, академики сидят. И он видел, что я сижу в приемной. Сразу встал, иди. Я говорю, тут очередь, какая очередь, заходи. Я захожу, он за стола выйдет, вот так обнимет меня. Поцелует, а полный зал у него сидит. И поклонится. Я преклоняюсь перед этим человеком у меня. При всех. До того мне неудобно. Ну, я никто. Но Господь-то как делает, поддерживает. А это нет. Это в любом месте у нас снимание запрещено. Видите, занятия идут, там сидит. Если, ну, считают себя человек моим близким, он обязательно где-то проявится. Вот мы делаем пруд, обедаем там на природе. Купаются там, в огородах возятся. Гости приезжают, встречаем, провожаем. Жизнь показана. У этих ничего нет. У приюта ангелов. Каких демонов? При таком отношении к Слову Божию, там ангелы с маленькой буквы, а он одинаковыми буквами. Тут еще нельзя сказать, о чем он думает. Ну, как ты знал, что приют? Где ты их видел? Что им ночевать негде было, ты принял? Приют – это пристанище бомжам. И это он все время везде. Приют ангелов. Он не выдумывает это. Это кто-то ему из этих ангелов подсказывает. Они нашли у него приют. Он никого не слушает. Ни архиереев, никого. У меня еще звания никакого нет. Сейчас это что? И то, ты же видел, как относится, митрополит приезжает. Вот сейчас были у него, он пять раз меня благословил. Пять раз. И столько же, говорит, раз поцеловал. Все, обороти. А то нет, никак. И вот когда я разбираю таких людей, которых отлучили, все могли сохранить сан. А вот побыл у нас, кстати, с Владимиром, а батюшка Яким говорит, у меня сложилось впечатление, что он и не переживает от этого. Что, сан сняли-то? Ну, сняли-то и сняли. Как так? Это же... Я не говорю правильно-неправильно, но на время-то надо было как-то... Я об этом даже у них, кажется, писал, что не вздумайте делать что-то. Следующий шаг – предание Анапими. Я их понимаю. А как они должны руководить, если власти нет? У них есть власть, и она дана им. А вы признаете, они над нами не властны. Мы их не относимся к МП. Они не имеют никакой возможности. Они могут сейчас баптиста подпущать всех, свидетели Югова запретить. Могут подыграть властям. А я за свидетели Югова заступался в прокуратуру, там, где писал. У меня ответ пришел. Генеральную прокуратуру, что не теократическое государство, и они ничего не сделали. Они хорошие работники, семьи. Иритикино – это другая область совсем. Это в Греции могли бы, теократическое государство. А об этом-то о Михаиле. Вот и все. Я не против ничего не имею, но беседа, если бы он сейчас приехал как-то, и мы беседуем, беседы не будет никакой, пока он не принесет покаяния, захулы на Слово Божие. А это богохульство на авторах, Дух Святой. Писали святые Божьи, человеки, движимый Духом Святым. Он богохульник и святых людей, и Духа Святого. И в какое отношение? Я могу только молиться, да за молитву за него совсем не идет, никак. Я начинаю молиться, она как будто в стенку упирается. Не верующий Богу представляет его лжимым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Бог свидетельствовал. И апостолы писали. Апостолы писали. Господь говорит, слово, которое я говорил, оно будет свидетельствовать. То есть он сомнением все ставит. Ему это нужды нету, что кто-то погибнет от его такого отношения к Слову Божию. Верит в Библию. И опять, верят во Христа, они верят. Они Библию любят, а людей не любят, как у меня тогда шахматов был. И сидит там перед головяным, выламывается. Один раз обрезал по рогам его, и все. Где-то видел такое, что я людей не люблю, я людей нет. Он слышит Бога, а людей не слышит, и меня не слышат. И тоже сидит там нога за ногу, выкаблучивается. Они не знают, что такое любовь, видите? Для людей-то кажется, что любовь, это ты ему ласково сказал, его накормил, напоил, положил спать, чтобы он успокоился, полежал. Вот они что думают, любовь свою. такое? Я скажу, Алексей, был, накормили, напоили. Ну, купить, курить, приносили. Подожди, маленько. Мы все сделали, что только можно было. И как он это терпел, все показали, участвовал. Но так как везде его тетешили, а здесь прям показали, там еще в руках, у Дубунова-то он побыл, тут он вовсе уже. Приехал домой, руки опустил, и не знаю, что такое, не могу отмыть, табакур. Всю жизнь проблудил, в секс-индустрии проработал, и, понимаешь, вот считаешь, люди совершенно не знают, что такое совесть. Что это участок души, через которое слышится голос Божий. Он отмывался, сидит в кабине, еще дома в машине, вылезти не может. Я об Алексею говорю. Ну, до того это нет. А судья Божьего вообще нету, что Бог будет судить по Слову Своему, Иван Галития на 12.48, а это ему нужды нету. Веры нету. Я не вот к причастию, к причастию. Я о чем думал, когда причастие? Он говорит, шахмата говорит, да скорее бы кончилось, так курить охота. Но они что творят-то? И сын там... Я смотрел, я смотрел, он подходил к какому-то монаху, к какой-то вот известному, да, и вот, и спрашивает, ну вот, говорит, некоторые считают, что, ну вот, вы меня, говорит, допускаете до причастия. Некоторые считают, что, говорит, нельзя допускать. А тот монах говорит так, и на камеру так, что, мы, говорит, не имеем права не допускать. Никакого, то есть я не имею права даже. И это так, ему на сердце так легло. Золотоводец говорит, тело мое отдам сам на растяжание, чем не достойно причащающемуся. Зачем же эпитемии были до 30 лет отлучения? До 30 лет. Это вот, которые сексотищают, выдают, это самое страшное у них. Ну вот, Господь говорит, Евангелие Тавана 12, 48, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Если мы скажем, что слово Божие исказили, то, а как тогда Бог нас будет по нему судить? Он же на страшном суде не может подъявить искаженное слово. Поэтому, если он будет судить нас по слову своему, значит, это слово он лично хранит, лично не дает его никому изменить. Иначе как судить? Это как все равно, чтобы суд, уголовный кодекс, а уголовного кодекса нет, он весь искаженный. А за что тогда судить-то, если его нету? Никто его не может доступ к нему получить. Какое презрение к слову Божию этого Махова посмотрел. Как он искажается, как говорит, я просто вижу по глазам. Это, как он может жить вообще на свете? Скольких людей выходит будущий священник? Он же не сегодня такие знания получил, что там все ошибочно еще. А не сказал, где конкретно? Какой святой отец подтвердил это? Иероним Стридонский? Златоуст Василий Великий? Нет нигде. То есть, богохульник? Это святотатца. Они слово Божие разворовывают и верят в слово Божие. Да через слово Божие никак не верить-то. А кто не верит в слово Божие, он никто. Слово Божие даже выше имени Божьего? Да. Да, так и написано. Слово Твое превыше всех имен Твоих. Ну, вот ответ простой. Он это увидит, если выставить, что выставим. Но ясное дело, что будет очень недоволен, вооружен, будет нападать. Я-то к нему отношения никакого не имею. Что именно когда он сказал вот это, я услышал, я сказал, на моей стороне все святые отцы, Господь Христос, сама Святая Библия. На его стороне ничего нету, кроме богохульства. Да. Как вот, как же человека, с какого момента человека так начинает заносить, что он даже уже и не замечает. И что не только самого заносит, но и распространяет по всем остальным эту заразу, не веря в Слово Божие. Он занимался там эксосенсорикой, йогой, там описано как, и притом не отрицается одни нигде. Где покаяние было? Оттуда скоро принимают. Изменения какие-то, возьми Киприяна Карпагенского. Да, такие люди были, были, которые уверовали, ну и они казнены были, выдержали, а это нет ничего. Приют ангелов. Устроил шалаш себе. На втором этаже машет рукой, и приют ангелов, каждый раз приют ангелов. Что он имел в виду? Скажет, хороших ангелов имел в виду. А как ты узнал, что в приюте нуждаются? Вторгаясь, то, чего не видел, в тужение ангелов, там прямо говорит апостол Павел. Я прочитаю. Надмиваюсь, зарядите слово, надмиваюсь плотским слухом. Это в служении ангелов. Колоссянам 2.18. Никто да не обольчает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваюсь плотским своим умом. И не держать головы, от которой все тело, составом и связи, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Ну, колоссянам-то мы как раз утром сейчас считаем, я там делаю комментарии, это православные. У них к Богу никак нельзя. Они все впереди, все это там. Я не против ни ангелов, ни святых. Ну, Господу-то в первую очередь. Не надо говорить, а вот как, если ты пришел куда-то к президенту, у тебя там есть секретари у него, есть другие шансы через них передать. Да кто же вам позволил небесное, чего не видел, преобразовывать в человеческие грешные суды и прочее. У Бога другого не имеют нужных свидетелях. Он знал, это прежде бытия мира, что ты будешь такой вот, а я такой. Ну, все, Игнатик Игнович, благодарю вас. Все. Если что, есть. Так я хотел вот что сказать. У меня как-то раньше что вы zy, ничего. ете, что вы 何?